всем большой привет сегодня сделал обзор вот на такой вот горн давно его делал версии или 8 назад в общем покажу что получилось вам приятного просмотра поехали так сразу скажу никого не собираюсь учить просто делал обзор не знаю правильно неправильно сделан этот гор я сделал так работает мне хватает так сейчас скажу основные размеры вот это вот самого горна 39 на 25 половиной по железу сейчас покажу как я выложил кирпичи здесь внизу выложено 3 кирпича в ряд раз два три потом на эти кирпичи полтора кирпича вот так вот на ребро поставлены тут полтора кирпича и тут и сверху также просто раз два три ну а сзади вот такое отверстие было я его тоже закрыл пол кирпич доставил ну и вот так вот сделал все на простой глине не знаю правильно неправильно глины у меня много и легче всего найти ну а сверху сделал железом чтоб он не развалился подольше служил железо двойка сделал так ничего не красил потому что смысла не вижу красить все равно все сгорит ну вот такой вот горн небольшой за небольшой кому как глубина в него 31 сантиметр так так 12 на 13 все вот это основное сделал такой столик ножки 40 на 40 ну для удобства я чисто сделал высота только 8 сантиметров здесь сделал вот такой вот откидной стол вот если длинные заготовки ложить сюда чтоб не падали они куда вложу кирпичи так и грею все очень довольно легко и просто сделано складывать для того чтобы он не мешался мне в гараже вот такая вот труба длина у нее 56 с половиной сантиметров кому нравится 565 миллиметров труба 51 диаметр вот эти лапки сделал суп не проваливалась вот так вставляется и убирается убираю для того чтобы не мешалось тоже так вот отсюда вот подается газ диаметр вот этой трубки 22 миллиметра она здесь загнута таким же образом что вот здесь вот так вот и здесь также вот так вот и вот здесь вот она заканчивается вот так вот загнутой в середине этой трубы тут она вставлена так вот тут она заканчивается в конце сделал отверстие на полтора миллиметра и эту трубу сплющил и сделал отверстие на полтора миллиметра чтобы газ выходил отсюда подается газ отсюда воздух сейчас покажу эту всю систему свою тут здесь сделал как на мясорубке отверстия вот такие вот не знаю правильно неправильно нужны они или не нужны в общем у меня работает так ничего не собираюсь менять потому что результатом я доволен как она работает не знаю правильно неправильно опять же не настаиваю покажу просто как я сделал может и гораздо легче сделать или проще сделать можно у меня так все работает ничего не буду переделать так теперь покажу покажу сам вентилятор может конечно и проще поменьше вентилятор поставить у меня его нету и взял я вот такой вот старый вентилятор от приоры от печки сделал быстренько вот такой вот кожух сейчас многие скажут что он какой-то страшный полностью с вами согласен но делал для того чтобы мне надо было срочно сделать сделал один раз теперь уж переделывать не стал потому что все работает думаю зачем что-то переделывать в общем вот такая вот печка отсюда тут регулируется если надо поменьше воздуха чтобы забирала такая вот система так отсюда берется воздух и вот так вот сюда вставляется труба в итоге вот такая вот система вся сейчас включим протестируем вот подается газ с баллона вот такого простого раньше был у меня сопло просверлено вот тут вот который вот эта трубка идет откуда газ подается на 3 миллиметра и газ очень быстро улетал ну тратился в общем а сейчас сделал на полтора миллиметра ну и в принципе результатом довольно газа хватает надолго сейчас все протестируем нагреем запустим посмотрим так забыл сказать вот эти провода сам вентилятор подключаю через простой зарядник для аккумуляторов этим регулирую обороты и все сейчас будем запускать взял 10 и 12 квадрат вот буду делать здесь гусиной лапки расплющивать нагревать концы и расплющивать сами гусиные лапки делаю на такой рельсы простой сначала нагреваю железо один раз его расплющиваю потом второй раз нагреваю сразу же и и тут уже наношу саму гусину лапку ну делаю так мне в принципе достаточно вот такой вот огонь сейчас будем ждать пока нагреется вот так вот уже нагрелась так теперь показываю как я делаю лапки вот такая вот лапка сейчас ее обратно печку и потом делаю рисунок вот такая вот лапка сейчас ее обратно в печку и потом сделаю рисунок Еще раз нагрели, вложим сюда и делаем несколько ударов. И получаем вот такую вот лапку. Это все готово. Ну и все вот таким вот образом дальше делаем. Вот итог гусиные лапки, какие получились. Вот такие вот гусиные лапки я делаю. А в следующем видео увидите, как я буду загибать вот эти вот прутки на своем станочке для холодной ковки. В итоге вот такой вот получился горн. Не настаиваю, что он там самый лучший или не лучший. Просто сделал для себя работать. Немного занимаюсь ковкой. Вот и для таких мелочевок самый раз. Ну а кому понравилось, обязательно ставим палец вверх. Подписываемся на мой канал. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.